Нусутан Назарбаев будет строить два оборонительных эшелона защиты, которые, на его взгляд, позволят сохранить и капиталы, и политическую власть. Первое. Он будет стремиться назначить на должность президента Даригу Назарбаеву, постарается ее обложить более-менее надежными министрами для членов его семьи и таким образом попытаться удержать власть. Хорошо, что есть у нас мудрый лидер государства, который все это видит, просчитывает, смотрит, взвешивает и выносит хорошее сбалансированное решение. Так что не все у нас потеряно. Второе. Это интеграция с Россией. Дело в том, что в декабре Назарбаев все время заверяет, заявляет, что именно он был инициатором создания евразийского сообщества. Без преувеличения за круглым столом Евросийского экономического союза делается история для наших государств. И если вы посмотрите на все его выступления, они все говорят о том, что он не против более глубокой интеграции. На самом деле, если говорить серьезно, речь идет о поглощении сначала под эгидой союзного государства по образу Белоруссии. То есть, сначала Путин хочет добиться выполнения соглашений со стороны Белоруссии, а затем создать союзное государство уже с Казахстаном. То есть, фактически, это будет союзное государство Белоруссия, Казахстан и Россия. В этой конструкции, ну, султан Назарбаев, будучи главой Совета национальной безопасности, а его дочь президентом страны... Я же не знал, что буду президентом. Хочет перейти на надстройку над Казахстаном. Что такое наднациональные надстройки? Это значит, будет существовать правительство трех союзных государств. Это значит, будет существовать парламент трех союзных государств. России, Белоруссии и Казахстана. И в планах у Путина следующие конструкции. Когда он фактически возглавляет это союзное государство совместно с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Вице-президентом этого союзного государства он хочет назначить Лукашенко. Россия это святое. А руководителем парламента всех трех союзных государств в планах у Путина назначить Нусултана Назарбаева. Тогда для Назарбаева получается выстроен второй эшелон обороны. Когда президентом Казахстана становится его дочь. Она здесь, я все это не сказал, сейчас пойдешь после меня. А он находится во главе объединенного парламента союзного государства. Если завтра каким-то образом произойдет смена режима, Нусултан Назарбаев, в Казахстане имеется ввиду, Нусултан Назарбаев полагает, что для него будет надежное убежище в России, где он будет обладать статусом руководителя парламента. Спасибо, что смотрите наш ютуб канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.